Друзья, вы на канале UA News. Слава Украине! Героям слава! Зеленский – лидер свободного мира. Украина, как единый кулак, даст отпор агрессору. За подписку, лайки и комментарии будем рады. Вместе мы – сила. Ну а мы начинаем. Гаубицы М777, предоставленные Украине Соединенными Штатами, уже применяются в СУ. Об этом сообщает посольство США в Украине. Американский институт изучения войны полагает, что Украина, скорее всего, выиграла битву за Харьков. Украинские военные пошли в контрнаступление на Изюмском направлении. В Киев прибыла делегация Сената США во главе с Митчеллом МакКоннеллом. Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий. Соглашение ЕС по эмбарго на российскую нефть может быть достигнуто уже в понедельник, 16 мая. Германия станет независимой от импорта российского угля и нефти в этом году. Уже 38 посольств возобновили свою работу в Киеве. Отвечая на вопрос о мобилизации одного миллиона человек, о котором упомянул Резников, Арестович сказал, что сейчас проблема не в личном составе, а в оружии. Сдам государственную тайну. Нас сильно больше, чем когда мы начинали эту войну. Поэтому цифра Резникова не звучит такой страшной. У нас другая проблема – тяжелое оружие. Институт изучения войны США анализирует результаты предыдущих суток. Российские силы продолжают формировать силы для битвы за Северодонецк с юга. Хотя потери при переправе под Белогоровкой временно подорвали их усилия на Севере. Украинские силы объявили, что будут вести контрнаступление в районе Изюма. Отметим, это говорили не ВСУ, а губернатор области Синегубов. Военные же таких планов не подтверждали. Российские войска продолжали отход из северной части Харьковской области. Но, вероятно, будут стремиться удерживать рубеж под Волчанском, с которой идут коммуникации на Изюм. Там сама местность способствует обороне. Британская разведка сообщает, что РФ потеряла в Украине треть своих наземных боевых сил после начала широкомасштабного вторжения. А моральный дух солдат начинает падать. Отметили также и то, что российское наступление на Донбассе потеряло импульс и значительно отстаёт от графика. В то же время Украина начинает контрнаступление для нарушения российских линий снабжения. Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может занять считанные недели. Заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что скандинавские страны смогут максимально быстро принять в Альянс, несмотря на претворительное сопротивление Турции, сообщает Reuters. Друзья, на этом всё. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Слава Украине! Героям слава! Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Вместе мы сила! Редактор субтитров А.Семкин